Век скоростей, когда все куда-то мчатся, каждому человеку необходима отдушина. Дело, которое не требует суеты, занятия для души и сердца. Оно позволяет хоть ненадолго забыть о ежедневных проблемах и окунуться в мир своих интересов. Петр можно использовать на объемных моделях. Значит, ребенок проектирует куклу, кукла Тильда. Он шьет тело ее, ножки, ручки, а потом уже фетр используется для чего? Вот мы создаем сапожки, видите, объемные. Несколько таких необычных увлечений, которые уже давно переросли, рамки хобби есть у Татьяны Красильниковой. Занимаюсь этим сама и детям очень интересно тоже это направление. В основном, конечно, младшие детишки, первые, второго года обучения, им интересно работать с фетром. Почему? Потому что он не сыпется, краешки не сыпятся, им легче работать. И можно определенные швы не стандартным каким-то направлением подавать, а вот в игровой форме даже, в тех игрушках, которые им интересны. Фетр – уникальный материал, который широко используется в рукоделии. Его достаточно плотная структура позволяет изготавливать самые разные изделия. Так с чего же начать? Какие изделия из фетра создаются проще всего и что можно сделать с детками? Мы брали первый слой по рисунку, у нас был белый оттеночек, чтобы этот у нас слой хорошо держался. Мы выкладывали его, я немножко приподниму, мы выкладывали его в разными направлениями. Потом мы берем, у нас обычно используется, предлагают использовать с мылом, конечно, мы берем что-то цилиндрическое, какой-то удобный нам предмет. Конечно, вот неплохо подходит именно пленка, вот пищевая. Они должны прорисовать задний план, потом средний план, потом уже передний. Вот видите, вот как тонирование, красочками делается тонирование, а здесь делается верхний слой более светлый. Вот, потом сверху у них отдельно идет рисунок, еще сверху, что мы хотим показать. Вот здесь, например, мы елочку решили показать. Мало того, что она идет верхним планом, а на ней еще есть опять разные оттеночки. Выбирайте для подделок красивые яркие материалы с использованием фетра и шерсти. Подделки получатся оригинальными, очень необычными. Маленькая работа. Вот фетр можно использовать еще в объемных маленьких игрушках. Разнообразные игрушки, картины, панно, которые создаются своими руками, получаются особенными и вызывают огромный интерес и у детей, и у взрослых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!